Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам. Здравствуйте, куколки Прувет! Итак, поговорим о Самвеле Адамяне, маму, Сытниках и, конечно, Пупсе. Ужас! Ребята, посмотрела тот момент, когда ТВ привезли на игрень, и вот умеет, приехав на праздник, перед входом в дом, рассказать о проблеме с брюками, ещё это и продемонстрировать, но вот вы знаете, разве что она их не сняла на камеру. ТВ не стесняйтесь, все свои, мы, Ютуб, Сытники, все всё стерпят, мы уже к этому привыкли, закалённые, скажем так. И вы знаете, вообще удивительно, если бы, Андрей, такое было у тебя, ты бы вообще не смог работать. Как ТВ любит быть в центре внимания, рассказать о болячках, и как эта болит, и тут болит, все должны её жалеть, сочувствовать и, конечно же, шустрить перед ней. Вы знаете, это удивительная способность вообще вот приехать и сразу нагрузить своими проблемами. Спросили, как ты, ну это понятно из вежливости, да, какая-то, ну какое-то элементарное воспитание. Нормальный человек скажет, нормально, сносно, терпимо, хорошо, но не озадачивать человека в день рождения, да, своими вот этими недугами. Но ТВ это не тот человек, только затронь тему её болячек, и понеслась душа в рай. И опять-таки, вот просто тупая какая-то ситуация. Приехали на праздник и сразу жаловаться. Ну вот действительно, как-то даже неприятно было слушать. Стоит перед ней здоровый мужик, она ему рассказывает за болячки. Ну если ещё хоть как-то женщине рассказываешь, там той же Ольге Леонтьевне, ну там понятно, да, возраст, они друг друга могут там подбодрить, пожалеть как-то. Ну вот так это выглядит. Ну зачем мужика вот это всё вываливать? И, кстати, если сравнить ТВ и Ольгу Леонтьевну, это Ольга Леонтьевна такой, знаете, бодрячок. Она боец, очень редко когда слышно, чтобы она жаловалась на свои какие-то недуги, на свои какие-то болячки. Вот всё-таки по жизни она явно была и есть оптимист. ТВ это тот человек, который вот любит быть в центре внимания. Скорее всего, это какой-то комплекс, да, когда она была никому не нужна, всеми заброшена и забыта, и вот теперь она понимает, что вот она я, звезда Ютуба, поэтому все должны тысячу первый раз слушать о том, что с ней происходит. И опять-таки, да, если разобраться, вот тут у человека день рождения, мама уже с себя переключилась на Надьку, как она её называет, и с порога вспомнила, да, мало о своих болячках рассказать. Ещё нужно, конечно же, рассказать и о болячках Надьки. Все должны знать за какие-то пункции, которые у неё с коленок брали. Ну, ребята, жесть! Вот знаете, такой вот старый человек вот и душой, и сердцем измождённый, который вот этот весь ворох вываливает на кого-то. И опять-таки, в следующий момент, где мне стало мерзко, вот знаете, прям фу-фу-фу, когда под гнётом и давлением зрителей и их комментариев решили и бабушке цветы подарить. И непонятно только, зачем нужно было вообще это ей озвучивать и Пупсом, и Самвеллом, что это зрители типа гавкали и догавкались. Ну, вот реально мерзко. Это говорит о том, что от себя бы никто ничего ей не подарил. И вы знаете, вообще как-то, ну, не так преподносятся подарки. Согласитесь, нормальные люди, даже если облажались, ну, тупанули, с кем не бывает, но как-то пытаются это красиво обыграть, да, и не обозначать, что вот зрители настояли. А здесь как-то смотришь, и даже на Ольгу Леонтьевну, и она в растерянности, да, как реагировать на эти цветы. Ребята, ну, не знаю, ну, дно, вот просто дно. Такое ощущение, что они пытаются словить на пару с Пупсом хайп на чём угодно, лишь бы привлечь к себе внимание и, конечно же, сделать на этом контент. Ну, так действительно никто не поступает. Далее посмотрела, да, что по ходу дружба с Артёмом и Светой уже закончилась раз и навсегда. Да, раньше их приглашали и на все праздники, и на Новый год, то есть везде они были, а теперь явный конец, то есть нигде они теперь уже не фигурируют, не светятся, вот, знаете, вычеркнули. Хотя непонятно почему, скорее всего, просто не выдерживали Артёма. Почему? Потому что Артём всё-таки мужик и такой, да, вот типаж мужчины, который то, что думает, то и говорит, не заискивает, не сюсюкает, не пытается угождать. И если сам Вэллоу было с ним как-то весело и прикольно, это было заметно, то Пупс явно в его обществе тяготился и он его раздражал, раздражал и напрягал. Вот этим, видимо, мужским, но некомфортно Пупсу дружить, да, вот с таким, как Артём. Плюс Артём не имиджированный, понятно, он там по капсулам не шорхается. Но, скажем так, как Пупсик посчитал, я так думаю, что Коля, Артём всё-таки не его уровень. Ему куда интереснее с вот этими двумя капсулами, ходящими за ручки, чёрно-белыми, которые одеваются одинаково. То есть там есть общие темы. Там и муж имиджированный, и Виктория имиджированный. Вот там ему интересно маски обсудить, капсулы, волосики. Это его стихия. О чём можно с мужиком Артёмом поговорить? О гвоздях, шуруповёртах, да, ну, каких-то конкретных вещах. Поэтому, конечно же, нужно уже было от себя их отшить. Хотя очень зря. Вот действительно хороший был контент с Артёмом и Светой. Вот они единственные, кто вызывал хоть какую-то симпатию и позитив. Далее этого, конечно, рассказала, что её радует отсутствие большого количества людей. Они её уже раздражают. Вы знаете, тоже удивительный случай. Вот это закидон называется одним словом. То есть, о своём уставом в чужой монастырь. Если разобраться, тебя пригласили всего лишь в гости. И никто не спрашивал твоего мнения, твоего впечатления. И опять-таки, вот эта порция какой-то бестактности, невоспитанности. Ну, как ты можешь такое говорить? То есть, ты приехала в гости. Будь добра сидеть, улыбаться, да, и не портить атмосферу праздника. Хотя, по большому счёту, ребята, никакой атмосферой праздника и не пахло. Этого праздника там не было. Вы знаете, настолько всё грустно и печально. Вообще, сложилось такое ощущение, впечатление, что у сытников по ходу своих друзей нет. Приглашать абсолютно некого, кроме Самвела и ТВ. А может быть, два дня будут гулять и решили нормальным людям не портить праздник. Но вот действительно как-то странно пригласить старуху притянуть и Самвела. И вы знаете, такая скукота, вообще такая какая-то печалька. Вот такое ощущение, что всех тяготил этот вечер. Никто не получил абсолютно никакого, какой-то радости, какого-то позитива от этого праздника. Зато алкоголь наставили на большую и дружную компанию. И такое вот долгое конкретное застолье. Вы знаете, сразу у меня было впечатление, что сейчас ТВ наестся и домой в люлю. Вот кому весь был этот алкоголь, непонятно. Ну то есть наставили многое красиво и ждали, видимо, да, вот люди пьют, песни поют, как-то там веселятся, обсуждают какие-то темы. А здесь, ребята, мрак, просто скука, такая тоска смертная. Ну и опять-таки, мама, сидя за чужим столом, вынесла вердикт, что слава богу, что нет говядины. Невоспитанная и бестактная. Вообще просто ужас. То есть как можно за столом сидеть и рассказывать о своих каких-то вкусовых предпочтениях. Я была в шорохе. И, кстати, интересно, где же салат, который мама должна была с собой привезти в судочке из дома. Я салата не пронаблюдала. Ну и опять-таки, все, мама, поели, лягли и просят. Еще поспать нужно вот для полноты картины. И самое оно. И опять-таки, пупс уже прилег. Ну то есть все на расслабоне. Я вообще не знаю, зачем было затевать этот день рождения. И вот так вот его как-то, ну не знаю, однообразно проводить. Все-таки это праздник. Ну и опять-таки, вот эти понты пупса и самвела. Мне картошку нельзя. Это нечто. Ребята, когда смотришь, да, на колю, на самвела, вот не видны сдвиги в плане веса и появления мышц. И вот здесь начинается вот этот понт. Да, нельзя, не буду. Блин, да вы, я не знаю, трамбуете все подряд, что вам только попадается под руку. Но здесь нужно было, конечно же, выдержать все и сказать о том, что мы этого не едим. Ну зайчики, одним словом. Ну и опять-таки, мама уже к сладкому столу преподнесла сюрприз. Конкретно так задавила и серьезно задавила покемона. Вот ничего не может помешать ее крепкому здоровому сну. Люди разговаривают, едят, песни слушают, а мама покемона давит. Вот я ждала этого момента, думаю, здесь она ляжет на боковую влюлю или нет. Нет, легла. И вы знаете, вот вообще не понимаю, зачем ее надо было туда тащить. Вот просто, да, тоска смертная. Ольга Леонтьевна сидит за столом. Видно было, что если бы какие-то еще и песни запели, она бы поддержала этот, да, задорный какой-то праздничный дух. А здесь вот все сидят, в тарелки втыкнули, ну просто, я не знаю, скукотища. И походу прийти больше некому. Но я очень надеюсь, что они все-таки встретят, отпразднуют весело день рождения, возможно, с другими друзьями, которые приедут. Потому что так вообще все очень-очень печально. Ну, опять-таки, очень мне не понравился момент, там, где мама старалась, да, пекла праздничный торт. То есть человек действительно вложил душу в это все для того, чтобы всех порадовать, удивить. И все ее хвалили. Но пупсу и здесь надо было вот этому недоразумению выступить. Вы знаете, ребят, вообще мерзко смотрится, когда ты видишь, что снимают, и начинаешь критиковать чью-то готовку. Блин, если ты хотел сделать замечание, сделай его маме наедине, что тебе там не понравилось. А так, сыпи в две дырочки. Ребят, вы знаете, вот очень как-то резануло слух, и стало, ну, мерзко, когда вот пупс начал рассказывать, я бы не так приготовил, может быть, ему нужно было меньше муки, или больше крема, или вот так его поддержать. Блин, подорви свое брюхо и опу, и приготовь лучше, покажи мастер-класс. А вот так сидеть, засирать собственную мать, зачем, к чему, вот вообще непонятно. Явно мама сидит и ждет комплиментов, да, ждет, не то что каких-то комплиментов, какой-то элементарной благодарности и похвалы, да, ну, как любая мама, согласитесь, греет душу, когда твои дети, там муж говорят, ой, мамочка, спасибо, было очень вкусно. А здесь вот это вот критиканство меня действительно убило и поразило. И хочется сказать, Кока, и такое ощущение, что у тебя там несколько звезд за плечами Мишлена, и ты тут пальцы веером растопыриваешь. Иногда такую блевантину готовят, на которую смотреть даже мерзко, а не то, чтобы пробовать. Но при этом я ни разу не слышала, чтобы, например, мама его критиковала. А тут вот такое какое-то пренебрежение, да, вот этот пафос. Откуда он у Коки, непонятно. Вот, ребята, честно, не хочу никого обидеть, но дно дном. И вот эти понты для приезжих, вот это критиканство, откуда оно у него взялось, откуда вот это самомнение, вот это высокое мнение о себе, эстет хренов. Вообще, ну, я не знаю, без роду, без племени, но главное, да, хороший понт, дороже денег. И вообще, в общем, да, ситуация. Ну, вот такой день рождения, знаете, галимая. Я вот думаю, на следующий год, если сытники будут умнее, они просто этого не повторят. Ну, а, возможно, из-за зависимости перед Самвелом, конечно же, приходится выслуживать это все, выслуживаться, прислуживать и терпеть, конечно же, общество ТВ, вот такой, знаете, злой старухи и, конечно же, Самвела. Но здесь еще Самвел себя вел хоть как-то, то есть он, по большому счету, хотя бы хвалил Свету, там, корректнее. Хуже всех вел себя все-таки Пупс. Ну, и Самвел, то есть два брата-акробата, подобное притягивает только подобное. Ну, вот так вот, ребят, для меня сегодня это все выглядело. Продолжение, конечно же, следует. Ну, а пока я со всеми прощаюсь. Пока, до новых встреч.